Привет, мои хорошие! Новый день, новые события. Сегодня на завтрак готовила такой салатик из тунца. Сейчас вставлю сюда кадры. Если кому не интересно, проматывайте. И следующее, о чем я буду говорить, почему я переехала. Для своего салата с тунцом я уже нарезала зеленый салат, который продается в магните в горшочке. Пекинская капустка у меня осталось еще немного. Сейчас нарежу авокадо, оливки пойдут, несколько помидорок черри. Ну, собственно, сам тунец. Тунец я брала без добавления масла в собственном соку. А заправлять я буду майонезом, лимонным соком и дежунской горчицей. Вот такой салатик у меня получился. Очень аппетитный. Это та, в которой я покупала пророщенные зерна. Здесь тунец, источник белка, помидорки черри, зелень. Это источник углеводов. И авокадо, и майонез, источник жиров. Я занесла столик с балкона. На улице снова идет снежок. А смотрю я вот на такую шикарную картину. Вот такое море. Итак, почему же я переехала? Это наиболее часто встречающийся вопрос под последним видео. Все банально просто. У меня просто закончился договор аренды. Я оплачивала с 15 по 15 число. Но я там 16 еще прожила в прежнем номере. Этот номер 605 был забронирован другой семьей. И у нас была договоренность с Армине, что как только приедут жильцы в этот номер, ну не дергать же их, они уже с таким условием не ехали, перееду я. И вот Армине предоставила мне 710 номер с видом на море. Он немножко поменьше, но тем не менее уютный. И очень удобная кровать. Очень просто. Это какая-то мягкая подушки нужного объема. Я спала сегодня просто как младенец. В бирюзе на втором этаже есть фикс прайс. И в нем прямо на кассе продаются шапочки для бассейна. Продадите шапочку для бассейна? А на сколько у вас стоит? 59 рублей, по-моему. Да, 59 рублей всего. Вот такая шапочка. 59 рублей. Ну, она шапочка для душа. Для бассейна тоже ее пропускают. Главное, чтобы волосы не летели в бассейн. Это никому не приятно. Огульки такие нахохлились. Сидят. Как колобки все. Головки втянули в плечики. Море отошло от берега. Вот до самой вот этой стены заливало. Маленько подуспокоился шторм. Ну, мутное такое море. Просто мутное поблизости. Оно даже какое-то белесое, такое рыжее. А небо не сулит ничего позитивного. Сердится, злится. Снова напустит снежок на нас. Позади меня остался паровоз, лошадь с телегой. И я поворачиваю на кольцевую. Иду в санаторий Тихий Дон, чтобы записаться в бассейн. Ну, а я засекла, сколько будет длиться подъем. Сейчас я вам скажу. От вот этой лошадки, от паровоза до самого санатория. Кстати, здесь ездит микроавтобус такой, минивэн. Похоже, он возит людей до Бирюзы. И из Бирюзы в санаторий. Помните, я вам хорошую погоду показывала. Вид отсюда. А вот сейчас, после шторма, смотрите, какой цвет моря. Всё видно здесь. Настоящая смотровая площадка. Надо, кстати, на смотровую площадку сходить тоже в гору, посмотреть. Это возле вот этого гостевого дома или гостиницы. Это гостевой дом, наверное, нет вывески. И вот уже вывеска, тихий дом. Но сам вход в санаторий дальше. Вот так вот, бедный, не выдержал. Да, потрепало тебя. А остальные ничего, стоят. 8 минут. Это от КПП. Прямо и направо. И он, как он мне сказал, обратится к администратору, показать пропуск, талончик, ну и купить абонемент. Это лечебный корпус. Места в женской раздевалке не хватает. Мне пришлось подседаться с другой женщиной. Вот два бассейна здесь с морской водой. Один открытый на улице и второй закрытый в помещении. Температура воздуха плюс 5, а температура воды в бассейне плюс 26. Посмотрите, какая красота. Из открытого бассейна видно море. Вода в обоих бассейнах соленая, но хлорированная. Так, спасательный круг для утопающих. Здесь еще и джакузи, но не работает. Вот такое панно с фрагментами из жизни кавказцев украшает внутренний бассейн, крытый бассейн. Много света в бассейне, потому что стеклянные стены. Вода здесь тоже морская, горяченькая. А кто-то говорил, что бассейны здесь очень маленькие, не поплаваешь. Но не 25 метров, конечно, как стандартная дорожка, но метров 12-15, наверное, здесь есть. Сразу напротив выхода остановочный павильон. Здесь подходит микроавтобус и забирает людей, тех, которые пешком не хотят идти. Ну вот в 3 часа был, и в 4 сейчас часа. Я была час. Сейчас на выходе я отдам пропуск охраннику, чтобы было понимание, и он отчитался, что все гости вышли из санатория. Абонемент стоит 350 рублей разовый и 320 рублей, если вы берете 10 занятий. Морская соленая вода, очень вообще тепленькая, горяченькая, очень приятно, хорошо. Народу было немного. В 4 часа акваэробика началась. Иду обратно, смотрите, какой вид. Море огромное, кажется, величественное. Нет, камера этого не передает. Предусмотрительно посыпали дорожку пешеходную песочком, не реагентами никакими. Как делает это в больших городах, от которых обувь снашивается. И не только обувь, но и колеса, резина у машины. Красиво, красиво. Для посещения бассейна вам понадобятся купальник, тапочки, мочалка и мыло, и шапочка для волос, полотенце, конечно, обязательно, возможно, халат, если у вас имеется такой. Ну и, собственно, все. Приходите, плавайте. Мне понравилось. Очень-очень. Рекомендую однозначно. Если идти от Ширака или от Бирюзы, то займет минут 15 где-то дорога. Подъем несложный. Если с перерывами на отдых, то вообще будет легкий. Я думаю, знаете, почему здесь вот такая сель? Это песочком посыпали дорогу, когда был гололед. Так что, видимо, это таким способом спасались от гололеда. Сегодня на ужин буду готовить свиную поджарку. Я готовую свинину купила в пятерочке. Здесь 400 граммов. Единственное, что я ее вымыла и нарезала помельче, чтобы она быстрее проготовилась, прожарилась. Даже не прожарилась, а протушилась. Намеренно не буду жарить. Здесь маленький кабачок цукини, просто прям молочный. Я его порезала кубиками. Сейчас нарежу два шампиньона. На четвертинки порежу помидорки черри. Ну и одна луковичка у меня. Тоже маленькая, небольшая. Из приправ будет только перец и соль. Все, пошла тушить. Ну вот мясо минут 20 будет под крышкой томиться. Сначала на сильном огне, как закипит, на слабом огне. А вот смотрите, какие овощи красивые. Вай-вай. Они уже в сыром виде красиво смотрятся. И чтобы не нести соль, перец, я их подсолила и поперчила. И мясо тоже немного подсолила и поперчила. Да, я взяла кусочек сливочного масла. На случай, если у меня мясо вытопится, вода, если оно будет суховатое, то добавлю в овощи еще немножко сливочного масла. Я уже бросила кабачок и грибы. Почти готовое мясо. И остались у меня помидоры черри. Их я брошу в самом конце, чтобы они не разварились. Ну и я думаю, готово. Все, и витамины сохранились, и не пережарено ничего. Все, белки, жиры и углеводы. Все здесь присутствуют углеводы в помидорках и овощах. Прекрасно выглядит. Мне хватит здесь на два ужина на сегодня и на завтра. А то и на три.